Мы много лет дружим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком, с которым вас роднит марксизм-ленинизм, марксистско-ленинская философия и так далее. Он мне рассказывал однажды, что полное собрание сочинений Ленина он прочитал дважды с карандашом в руках. Он сказал, так как я знаю Ленина, знает его вообще мало кто. Вы Ленина хорошо знали произведение? Мы действительно очень дружны. С Леонидом Макаровичем, мы соратники. Одно то, что мы были с авторами события, которое изменило, качественно изменило мировую историю 8 декабря 1991 года. Говорит о моем безмерном уважении, потому что его заслуга в этом событии одна из первостепенных. Но я его подвиг повторить не собираюсь. Не осилили. Значит, 55 томов полного собрания Владимира Чайленина с карандашом в руках я, конечно же, не прочитал. Тем более дважды. Но я очень долго сохранял в себе такую установку о том, что ленинизм и сталинизм – это разные совершенно мировоззрения и идеологии. о том, что у Ленина очень много толковых, справильных идей, которые были загублены уже откровенной сталинской репрессией. И очень долго я находился в плену этой иллюзии. Добрый Ленин, плохой Сталин. Да. Если уже говорить сегодня с высоты нашей трагической истории и подлинной истории большевистского захвата власти и реальной ленинской позиции как человека нетерпимого, как человека, не пренебрегавшего никакими методами для достижения власти и подчинения своей воле инакомыслящих, по большому счету Ленин был создателем этой губительной квазирелигии «Осчастливить людей через насилие». Более того, я сегодня убежден, что распад Советской империи при множестве разных глубинных причин и стечении обстоятельств в 1991 году был достаточно глубоко предопределен истории 1917 года. Пять лет братоубийственной гражданской войны, которую иногда называют некорректно кровавым референдумом и завершившейся в 22-м году, в декабре, созданием Союза Советских Социалистических Республик. Это была та корневая система, которая, ну, можно сказать, фатально предопределила нежизненность этой кровавой утопии. И так получилось, что этот приговор Советской империи был вынесен нами 8 декабря в Преамбуле, где звучали самые ключевые, ключевая формула всего соглашения, что Союз СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование.